Имейте в виду, что есть вообще три типа веры. И все люди, все люди на Земле имеют всего три типа веры. Первый тип веры — это четыре типа веры. Первый тип веры — это атеизм. Человек говорит, я вообще ни во что не верю. Я верю в науку, в прогресс материальный, технический. Атеисты — это очень неразвитые люди. Они развиты в уме, у них ум очень развит, но разум у них не развит. Они не понимают, как устроен этот мир, у них нет глубины восприятия этого мира. Следующий тип веры — это вера в злые силы. Ну то есть люди, которые верят в злые силы, они тянутся вот к этим всем бабкам-гадалкам, астрологам, психологам, которые... Ну есть разные же астрологи-психологи, есть же духовно развитые, понимаете? Вот это как наставники, они занимаются духовной практикой. Если ты не занимаешься духовной практикой, ты не можешь людям советы давать. Хоть ты астролог, хоть кто, хоть психолог, не имеет значения. Само по себе знание психологии не означает, что можешь человеку помочь. Понимаете? Помощь означает силы. Знание не помогает, сила помогает. Сила идёт в практике. Если ты сам не ведёшь правильный образ жизни, как ты поможешь? А потом и знаний у тебя не будет. Один мой знакомый пришёл, говорит ко мне, говорит, мне психолог сказал, что мне надо гулять от своей жены, чтобы у нас улучшились отношения, потому что мы надоели друг другу. Надо как-то разнообразить жизни, тогда тебе и к жене будешь лучше относиться. Он даже понятия не имеет об этих тонких связях, что они загрязняются, что на всю жизнь ты потеряешь чистоту в отношениях из-за того, что так поступишь. Итак, второй тип веры – это вера в злые силы. Человек не понимает, что Бог сильнее всего. Он очень сильно привязывается. Ему говорят, тебя сглазили, он начинает в это верить. Тебя испортили, начинает в это верить. Он на тебе родовое проклятие, начинает в это верить. Это все фразы, которые используют люди, которые верят в злых духов. И когда человек в это верит, он тоже привязывается к этим злым духам. И злые духи ему помогают достичь своей цели. Например, если вам сказали, что на вас крест одиночества. Если вы в это померили, значит, на вас будет крест одиночества. То есть, есть это или нет. Если ты поверил этой бабке-гадалке или еще кому-то, это твой наставник, значит, он тебе дал знание о вере в невежество, о вере в злых духов. Если ты веришь в это, получаешь результат. Крест одиночества. Если хочешь избавиться от этого креста одиночества, тогда перестань в это верить. Начни верить в Бога, молиться, и все пройдет. Одиночество закончится. Понятно, да? Не то, что это на всю жизнь. Но я, Олег Геннадьевич, ошиблась, теперь все. На всю жизнь у меня будет теперь крест одиночества. Это опять вера вот в этих злых духов. Она так работает. Человек думает, что нет возможности исправиться. Так же, если астрологи считают, что если в гороскопе что-то написано, обязательно это сбудется, то это означает, что они так же верят в злых духов. Потому что Бог дает человеку возможность все исправить. Даже если в этой жизни человек не может исправить, он исправит обязательно в следующей. То есть не весь объем работы человек может в этой жизни перелопатить, но всегда человек может все исправить, если он идет правильным путем. Чаще всего в этой жизни. Все зависит от вашей веры. Я вам расскажу один исключительный случай, который произошел в моей жизни. Одна девушка подошла ко мне, моя знакомая, как бы, помогала мне, когда я приезжал в ее город, она там помогала мне готовить. Она подошла ко мне, когда она готовила, и спросила, я выйду замуж или нет. Мне уже там больше 30 лет. У меня никого не было в жизни никогда. Я замуж выйду. Я смотрю по ее судьбе, она замуж не выйдет. И никого в жизни у нее не будет. Это особый случай. Я ей сказал, конечно, выйдешь. Для этого тебе нужно молиться Богу, потому что Бог все решает. Она говорит, а как я почувствую, что вот это приблизилось все? Я объяснил, говорю, сначала тебе надо просто трудиться. Тебе надо всех любить, заботиться обо всех и достигнуть самодостаточности. Пока женщина ждет, когда она выйдет замуж, она не дождется. Она должна почувствовать, что ей уже и так хорошо, что она как бы наполнилась. И в этот момент она познакомится с кем-то. Когда она почувствует, что ей уже не так сильно надо, как раньше, это значит, что появятся варианты. Тогда она становится сильнее мужчин психически. Она должна стать сильнее. И вот она так несколько лет, как бы я приезжал в этот город, она все время служила, всем заботилась. И спрашивала, когда выйду замуж, мне уже легче, я уже много подружек имею, я уже как бы все, ну когда же, я все равно никого нет. Я вижу, что она не выйдет замуж по судьбе. И говорю ей, продолжай, все будет хорошо, не торопись, у тебя тяжелая судьба. В один год я приехал к ней туда, в этот город, и она ко мне не подходит, ничего не спрашивает, такая счастливая. Я подошел сам к ней, говорю, что у тебя кто-то появился. Она говорит, нет, просто мне так хорошо, сейчас мне и не надо замуж. У меня столько подружек, у меня есть Бог, у меня есть наставники, я так хорошо, чувствую себя очень счастливой. Я увидел, что у нее поменялась судьба. Я увидел, что Бог уже нашел ей человека. И такого человека Бог ей нашел, очень возвышенного. Она переехала с ним жить в святое место и испытывает огромное счастье. Понимаете? Хотя по судьбе ей не было положено замуж. А я старый, ободранный пес, почти никогда в этих вопросах не ошибаюсь. Потому что много людей уже видел в своей жизни. Понимаете? Поэтому я увидел чудо. Ну, то есть, Бог может любому человеку дать то, что ему хочется в жизни, даже если ему не положено в этой судьбе. Для этого нужно просто прилагать усилия в правильном направлении. Но если вы поверили в то, что у вас ничего не будет, значит, ничего не будет. Если вам врач, вы пришли к врачу, у вас какое-то заболевание, там, допустим, заболевание суставов, и он говорит, это неизлечимое заболевание, и вы поверили, значит, это неизлечимое заболевание. А если вы не поверили, значит, излечимое. Одна женщина говорит, я много лет жила с болезнью суставов Из-за того, что поверила врачу Я теперь поняла Теперь скажите мне, что мне нужно делать, чтобы я вылечила эту болезнь Я ей сказал, надо просто долго ходить И контактировать с водой С теплой водой То есть сидеть в теплых ваннах по вечерам, а утром долго ходить Она говорит, ну мне очень тяжело ходить, у меня болят колени Я говорю, а вы ходите так, как можете Она говорит, это будет смешно выглядеть Это будет очень медленно Я говорю, вот и ходите так медленно И очень-очень долго, без остановки А после этой ходьбы у вас суставы несколько дней будут болеть, ныть А потом, когда они успокоятся, опять так идите Каждый раз после ходьбы ложитесь в теплую ванну И она начала так делать И она вылечила себе полностью суставы Стала здоровым человеком Понятно, нет, мои хорошие? Следующий вид веры, это вера в страсти Люди верят в удачу, деньги и успех И они как сумасшедшие живут ради этого Когда человек верит в духов злых Или в то, что ему не повезет Он уходит в депрессию и в унижение в своей жизни Когда человек верит в удачу Он уходит в гордость и в суету Ну то есть, если удача пришла, он сразу, да, я А если не пришла, он суетится Ну то есть, если человек верит в Бога То его чувство собственного достоинства Входит в контакт с душой Оно приходит в равновесие Человек не униженный, не гордый Человек ни в депрессии, ни в суете Он обретает самого себя Находит самого себя Перестает играть какую-то роль Просто он становится сам собой И становится красивым И значит успешным Потому что красивый человек Это значит человек, который нашел сам себя Понимаете?